Меня зовут Андрей Левин. Я представляю компанию Левин Рефриджейшн Эквипмент. Это Костромской машиностроительный завод. Произвожу торговое холодильное оборудование. Наше решение в условиях изменения покупательского спроса состоит в полноценном выходе на рынок нашей продукции. Компания создана не так давно, поэтому нам потребовалось несколько лет, чтобы выйти на рынок и предложить качественную продукцию в достаточно узком сегменте. И своя ниша торгово-холодильного оборудования – это морозильные-холодильные ларибонеты, которые сейчас в ритейле пользуются повышенным спросом. Изменилось наше предложение для торговых сетей следующим образом. Мы начали производить одну модель, предназначенную для своего покупателя по внешнему виду, по потребительским характеристикам. Но рынок запрашивал более широкий ассортимент продукции, различные модификации нашей продукции. За прошедший год мы разработали и внедрили в производство еще две модели того же сегмента, но с несколько иными потребительскими свойствами. Для магазинов у дома малого формата, для более больших торговых площадей предложили новую концепцию освоения не только площадей торговых, но и торгового объема. Сделали возможную нашу продукцию поставлять вместе с вертикальным еще холодильным оборудованием. По моему мнению, в нашей отрасли в ближайшее время будет востребовано оборудование, направленное на сбережение средств ритейла. В первую очередь это энергопотребление, доступность, лучшее маркетинговое преимущество продукции, обзорность, помощь в продаже непосредственно продуктов. Это все свойства торгового холодильного оборудования. В этом плане мы, как я говорил, разработали несколько новых моделей, которые традиционно используются в супермаркетах больших форматов и в таких сетях, например, как Магнит. По поводу развития нашего бизнеса в 2015 году и в начале 2016 года, первом квартале, скажу следующее. У нас произошло многократное увеличение продаж, объема производства именно в конце 2015 года. Как ни странно, в разгар кризиса нам удалось вырасти многократно. Во-первых, это успех в поставках в крупные федеральные сети. Ну и с выходом на рынок нашего оборудования больше известность в малых сетях и у розничных клиентов. Плюс к этому продукция со временем зарабатывает положительный имидж и пользуется большим спросом у покупателей. Что касается первого квартала 2016 года, по сравнению с концом 2015 года, безусловно, это небольшой спад. Но он, спад производства вполне объяснимый, системный. Не секрет, что в нашем бизнесе начало года всегда сопровождается затишьем. И первый квартал у нас такой, маловостребован. Но при этом нам все равно удалось работать практически на полную загрузку. И, в общем, такого существенного спада производства не наблюдалось. Мы, безусловно, продолжаем оптимизировать свои затраты. Во-первых, это работа с нашими поставщиками, с поставщиками материалов и комплектующих. Здесь несколько путей. Во-первых, оптимизация поставок импортных комплектующих, без которых не обходится никакая продукция. Например, компрессоры. Во-вторых, это работа с российскими поставщиками. Ну и еще серьезная работа проводится по импортозамещению материалов и комплектующих на уровне разработки новых технических решений, связанных с импортозамещением. Это более сложная вещь, требующая очень тонкого подхода. Здесь важно сделать более дешевый блок, например, но при этом с такими же высокими характеристиками, как импортные аналоги. В 2015 году нам как раз удалось развить сотрудничество с сетями и выйти на совершенно новый уровень. В 2015 году наша компания стала основным федеральным поставщиком в торговой сети «Пятерочка» именно по этой нише «Ларьбонета». У сети огромные планы, и надо признать, что эти планы, когда декларировались, были осуществлены. Мы действительно поставляли весь прошлый год и начало этого года в «Пятерочку» большое количество продукции, и это сотрудничество очень успешное, на мой взгляд. Я сужу по обратной связи и по тем откликам из магазинов, которые существуют. Нареканий на работу оборудования, слава богу, нет вообще. Также мы проводим сейчас серьезную работу по началу сотрудничества с «Магнитом». Здесь отдельная тема, отдельная работа. Ни в одной другой сети я не встречал такого внимательного подхода к техническим параметрам поставляемого оборудования. Инженеры «Магнита» по моему убеждению одни из самых грамотных и трезво оценивающих поставщиков. Не только по цене, но и по всему параметру технических характеристик. Что, в общем, правильно, на мой взгляд, и заслуживает уважения. По поводу выхода на новые рынки и расширению своих возможностей скажу следующее. Я уже сказал о том, что прошлый год и начало этого нам позволило инвестировать деньги в развитие. Это развитие связано с покупкой дополнительного технологического оборудования, которое позволит увеличить производственные мощности от 1,5 до 1,8 раза. Это очень существенный прирост производственных мощностей. И после этого это произойдет буквально через месяц. С июня мы планируем увеличить производственные мощности по крайней мере в 1,5 раза для начала. Это позволяет, во-первых, увеличить, может быть, свою долю присутствия в федеральных сетях. Но также это дает возможность привлекать новых клиентов, работать с большим количеством малых заказчиков, малых сетей и так далее. Что касается выхода на новые рынки, безусловно, это страны ближнего зарубежья. Мы сейчас налаживаем контакты и пробную продукцию поставляем в такие страны, как Армения, Казахстан, Молдова. Из более дальних перспектив есть контакты со странами Ближнего Востока и европейскими потребителями. Во Франции есть клиент, который заинтересовался нашей продукцией. Но говорить о поставках за рубеж в больших объемах, наверное, преждевременно, потому что здесь играют экономические факторы. На ближайшие полгода пожелаю себе такого же развития, как мы имели его в конце прошлого года. Ну и как минимум, хотя бы такого же уровня спроса на нашу продукцию, такого же уровня качества производимой продукции, что, в общем, чрезвычайно важно. Не терять старых клиентов и приобретать новых. Вот, наверное, в двух словах. Продолжение следует...